МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. В Москву на самолете в Чебоксарах презентовали новый рейс в столицу страны. Скальпель как символ. В Чебоксары прибыл скальпель детских хирургов. Ледниковый период. Завтра в столице Республики откроют Чебоксары-арену. Новые возможности для деловых перелетов. Сегодня в Чебоксарском аэропорту открылся очередной авиарейс в Москву. Первых пассажиров в столицу провожали торжественно, а кому-то из них выпал и счастливый билет. Дмитрий Ковалев продолжит Сему. Зал ожидания Чебоксарского аэропорта на один час превратился в концертную площадку. Открытие нового рейса событие по-настоящему значимое. Теперь самолеты, вылетающие из Чебоксар, будут приземляться не только в Домодедово, но и во Внуково. Этот борт отправляется в Москву полностью загруженным. Накануне были раскуплены все места. Взлетев в Чебоксарах в 7.30 утра, самолет прибудет в Москву через два часа. Полеты выполняются на лайнере французского производства АТР, который может вместить порядка 70 человек. Для первых пассажиров представители авиакомпании подготовили приятные сюрпризы. Руслан Гавриленко прошел регистрацию на этот рейс раньше всех. Чебоксарцу вручили сертификат на бесплатный полет. Чисто случайно. Просто зашел на сайт и купил билет. Мне сообщили, что я первый пассажир. Было очень приятно. По всей видимости, этот рейс будет пользоваться популярностью. Сейчас перевозчики сдерживают цены. Стоимость одного билета в эконом-класс пассажирам обойдется дешевле купейного места в поезде. Для того, чтобы снизить стоимость билетов, делается в авиации очень многое. Это топливная экономичность двигателей, комфортабельные салоны, малочисленные экипажи. И все это позволяет минимизировать стоимость билетов, что вполне доступно для сегодняшних жителей Чувашии. Для бизнесменов на сегодняшний день ключевым является экономия времени. Когда с бизнесменами разговариваешь, они сразу начинают уточнять, какие рейсы летают. И за сколько можно долететь до Чебоксара или из Чебоксара до Москвы. Когда им говоришь на поезде 19 часов, они вообще отказываются даже приезжать. А когда за полтора-два часа могут они прилететь и улететь, они выбирают прежде всего этот вид транспорта. Из Чебоксара московский аэропорт Внуково можно будет добраться не только в будни, но и в субботу. Из столицы республики недавно возобновились рейсы в Турцию и Санкт-Петербург. В период летних отпусков республики на авиаперевозке повышается спрос. Наш аэропорт успешно участвует в пилотном проекте региональных перевозок в Привозском федеральном округе. И в рамках этого осуществляется по три рейса в неделю в Самару и Уфу. Немалым спросом пользуются утренние и вечерние рейсы в Москву в аэропорт Домодедово. Не исключено, что в ближайшее время в Чебоксарах откроется и новый авиарейс в город Симферополь. Сейчас ведется поиск перевозчика. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков, Вадим Владимиров. Республика. Сегодня трудно представить многоэтажный дом без лифта. Но эти конструкции, как и все прочее, имеют свойство устаревать и ломаться. На помощь жителям приходят программы по капитальному ремонту. Четыре новых современных лифта появились в доме номер пять на улице Ахазова благодаря программе капитального ремонта в многоквартирных домах. Всего в 2015 году на эти цели запланировано 246 миллионов рублей. Опечатления здесь приятные, потому что я был здесь полтора года назад. Люди намного больше возмущались. Никакого благоустройства не было. Сейчас облик изменился в пользу жителей. Если лифты заменены, идет процедура оформления правоустанавливающих документов, примерно дома этому виду и этому облику должны соответствовать. На этот дом, если взять прошлый год и этот год, 8 миллионов рублей бюджетных денег вложено. Кроме этого, жители многоквартирных жилых домов по нашей программе капитального ремонта многоквартирных домов сами, как собственники, вкладывают соответствующие средства. 5 рублей 50 копеек за квадратный метр собственной площади ежемесячно вкладывают жители дома номер 5. Остальные средства добавляют в фонд капитального ремонта. Всего же на замену этих лифтов потрачено 4 миллиона 450 тысяч рублей. По конкурсной технической документации у нас было предложение. Лифты, значит, грузоподъемности должны быть не менее 320 килограмм. Подрядная организация Карачаровский механический завод предложил 400-килограммовые, значит, грузоподъемностью, высокочастотными приводами дверей, антивандальные, значит, кнопки. И все должно быть, в общем-то, предусмотрено для мобильных групп населения. В общем, двери в лифты расширены по исполнению на 5 сантиметров. То есть это все сделано для удобства жителей этого многоквартирного дома. 25 лет – именно такой срок эксплуатации этого лифта. Что касается гарантии, то на само оборудование она действует полтора года, а на монтажные работы – 5 лет. Уже на этой неделе жители дома смогут пользоваться новыми лифтами. Всего же планом 2014-2015 годов предусматривалась замена 21 лифта в городе. Эти работы уже выполнены. В первой декаде июня все лифты будут включены. Юлия Вожинина, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев, Республика. Вурнарский завод смесивых препаратов – один из первенцев российской химической промышленности – отпраздновал 85-летие. Поселок в Чувашии был выбран не случайно. Здесь открыли залежи фосфоритной руды. Сегодня это одно из ключевых предприятий экономики Республики. Каждый год в День химика здесь собираются работники завода, их семьи, родственники, друзья. Для вурнарцев это общий праздник. Заводчане по праву гордятся каждым годом из этих 85-ти. С началом Великой Отечественной войны вурнарский фосфоритный завод одним из первых перешел на выпуск оборонной продукции. В послевоенные годы также быстро вернулся в мирное русло – к производству препаратов для сельского хозяйства. Затем к ним добавилась бытовая химия. В трудовой биографии завода был только один сложный период – годы перестройки, когда спрос на продукцию упал. После того, как предприятие перешло к компании «Август», вновь начался экономический подъем. Новые хозяева отнеслись к заводу по-хозяйски, занялись реконструкцией производственных линий, благоустройством территории, а затем и развитием социальной инфраструктуры поселка. Сегодня коренные жители и приезжие чувствуют себя одной дружной семьей. Жители вурнар для нас, безусловно, уже почти родственники. Ну, например, моя жена – крестная мама одного из молодых вурнарцев. Мы ждем, когда нам, наконец, выделят землю, чтобы рядом со спорткомплексом построить бассейн. И тогда, с точки зрения спорта, вурнары, безусловно, станут номер один в Чувашии. Юбилей вурнарского завода отмечали целый день. Именно столько потребовалось, чтобы сказать слова благодарности ветеранам, дать напутствие молодежи, подвести итоги, обсудить задачи и, главное, вместе порадоваться успехом. До 15 июня администрация Чебоксар принимает предложение жителей так называемого поселка Шанхай об их расселении. Напомню, 18 мая глава Чувашии встретился с хозяевами самовольных построек. А 19-го была создана межведомственная комиссия, которая должна опросить жителей 199 домов и выяснить, на каких условиях они готовы переехать. Сейчас представители межведомственной комиссии встретились с жителями 195 домов и получили их видение развития ситуации. Четыре собственника жилья в поселке так и не нашли время, чтобы обсудить предложение застройщика. 76 собственников согласно на условия застройщика переселиться в однокомнатные квартиры площади от 33 квадратных метров и 119 собственников согласно на предоставление жилья равнозначной площадью или из расчета 14,5 квадратных метров на одного проживающего. Общая площадь предложений 9035 квадратных метров. Площадь необходима из расселения 195 домов. На четверг назначено очередное заседание комиссии. Алексей Ладоков предложил присутствовать на нем и представителям прокуратуры республики. Клава Чувашии призвал городские власти пристально следить за развитием ситуации. Обсуждаться эта тема будет еженедельно, пока не поставят точку в этой истории. Продовольственные продукты в Чувашии за май, хоть и незначительно, но подорожали, сообщает Чувашстат. Больше всего подорожали чай, кофе, соль, специи до 3,8%. Молоко и молочные продукты, кондитерские изделия стали дороже на 1,1%, мясо и алкоголь до 0,6%. А вот яйца, по данным Чувашстата, весьма ощутимо подешевели на 17%. Незначительно цены снизились на сыр, муку, мороженое, хлеб, хлебобулочные изделия, картофель, сахар. Таким образом, стоимость минимального набора продуктов в конце мая этого года составила 3418 рублей на одного человека. Это на 17% дороже, чем в начале года. Что касается непродовольственных товаров, то здесь картина следующая. Подорожали спорттовары, школьные и письменные принадлежности, парфюмерия и косметика. И некоторые другие товары. Зато снизили сцены на меховые и ювелирные изделия, а также персональные компьютеры. В Чебоксары прибыл скальпель детских хирургов. О том, что это такое, в следующем материале. Огромный скальпель из медицинской стали. Конечно, никого им не оперируют. Это специальный символ. Его уже более полувека передают из города в город вместе с правом проведения Всероссийской конференции по детской хирургии. В этом году скальпель в Чувашии означает, что впервые в апреле 2016 года столица республики примет у себя лучших детских хирургов и других медицинских специалистов со всей России и стран ближнего зарубежья. Решение о том, в каком городе будет проводиться, обычно принимается президиумом Ассоциации детских хирургов. И обычно выбирают город там, где наиболее динамично развивается детская хирургия. Мы одни из передовых в детской хирургии по продвижению самых новейших технологий, прежде всего эндоскопических вмешательств. И надо сказать, что мы, возможно, один из немногих регионов нашей страны, где подавляющее большинство операций делается без больших разрезов. Рядом со скальпелем значки с эмблемами студенческих научных кружков по детской хирургии тех городов, которые уже принимали у себя конференцию. Совсем скоро среди них будет и чебоксарский значок. Проведение конференции у нас означает, что принять участие в ней смогут сотни чебоксарских студентов мединститута. А некоторые окончательно решат стать детскими хирургами и реаниматологами. Впрочем, главная мечта, наверное, любого детского врача, чтобы у них было как можно меньше работы. Скальпели большей частью лежали без дела, и все дети были здоровы. Ольга Пырычкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня, 2 июня, в седьмой раз свою работу начинает межрегиональный образовательный форум «Молгород». Палаточный городок в Заволжье уже вырос. Участников ждут лекции, семинары и мастер-классы. Зарядка, завтрак, лекции, семинары и многое другое. Каждый из пяти дней форума расписан по минутам. Традиционно программа «Молгорода» будет состоять из образовательной, спортивной и культурной развлекательной частей. Каждый день с участниками форума, их в этом году около полутора тысяч, будут встречаться эксперты в области экономики, политики, журналистики. Те, кто приедет сюда со своими проектами, могут презентовать их и попробовать найти инвесторов. В эти минуты идет торжественная церемония открытия. Подробнее об этом мы расскажем в нашем эфире завтра. Какими должны быть библиотеки 21 века? Об этом рассуждают специалисты, общественность, люди, неравнодушные к тому, какой вырастет нашу молодежь. В Центральной библиотеке «АллатРа» прошла встреча генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Екатерины Гениевой с жителями города. Эксперт ЮНЕСКО представила уникальный проект. Совместный проект Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы и фонда «Гражданская платформа» называется «Экслибрис библиотеки 21 века». Проект реализуется совместно с ведущими российскими издательствами. Его основная задача – поддержать библиотеки страны, помогая решить ключевую проблему дефицита книжных фондов, вывести библиотеки на новую ступень развития, превратив их не только в современные колдовые знания, но и в ведущие культурно-интеллектуальные центры. Что есть еще особенно в этом проекте «Экслибрис», то есть из книг? Мы их, в общем, хотим склонно звучать, это не комплектование, повторяю. Это возможность привезти на любую территорию, в данном случае просто мы выбрали, что это будут Чебоксары, привезти, так сказать, противное слово, но деятеля культуры. В беседе с библиотеками «АллатРа» Екатерина Генева отметила, что в фондах Государственной библиотеки иностранной литературы более 5 миллионов единиц на 145 языках. Но есть и два других языка. Я всегда люблю задать вопрос аудитории, особенно грамотно, а что это за книг два языка? Ну, понятно, что библиотека иностранной литературы собирает все переводы, которые только можно себе представить в области гуманитарных наук. Ну, скажем, это 146 язык, а 147 – это и философский проход, и репрессии в 1937 год. Это то, когда наша литература с нами оказалась в изгнании, когда она оказалась за пределами нашей Родины, это литература иммиграции. Вот 147 язык, он, конечно, русский, но он другой, он все равно другой, он по-другому звучит, по-другому иностранно звучит. «АллатР» стал первым городом в России, который получил 100-томную серию «История сталинизма», в которую вошли работы как российских, так и зарубежных ученых. Этот проект стал номинантом премии Международной ассоциации книгоиздателей. Книги этой серии в числе других пополнят фонды наших библиотек. В комплекты также включены книги известных русских и иностранных авторов на языке оригинала с прилагающимся переводом. Татьяна Молокова, «Республика». Бороться с киберпреступностью сотрудникам полиции теперь будут помогать интернет-провайдеры. Сегодня обе стороны подписали в МВД соглашение о сотрудничестве. В Министерстве внутренних дел отмечают, что в последнее время киберпреступность активизировалась. Появляются факты взлома банковских карт, распространения во всемирной сети детской порнографии и экстремистских материалов. Полицейские не скрывают, что зачастую вычислить преступников сложно. Они изобретают новые способы мошенничества. Теперь на борьбу со злоумышленниками встанут те, кто во всемирной паутине ориентируется, как рыба в воде. Это соглашение интернет-провайдеры и полицейские планировали подписать давно. Воплотить идею в жизнь удалось представителям общественного совета МВД. Во время процедуры подписания документа стороны договорились, что приступят к совместной работе уже в ближайшие дни. За круглым столом они договорились составить памятки безопасного поведения детей в интернете. Дальнейшие действия на пути борьбы с киберпреступностью специалистам еще предстоит обсудить. Я думаю, что дело получится. Становится человеческий фактор, к чему приводит подобного рода беспечность, красноречиво показала огненное лето 2010 года. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в период особого противопожарного режима разведения костров, и в том числе приготовления шашлыков, запрещено и влечет за собой штраф. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима граждане привлекаются к административной ответственности по части 2 статьи 20.4 в виде административного штрафа от 2 до 4 тысяч рублей. Такую сумму придется заплатить нарушителям особого противопожарного режима, которые, игнорируя или не зная законодательства, решают устроить пикник с огоньком на берегу Волги. Каждый из жителей республики должен сделать все, что от него зависит – освободить территорию от мусора, сухой травы и прошлогодней листвы. Категорически запрещается разводить костры, сжигать отходы и тары. В избежание пожаров рекомендуется выбрасывать мусор в мусорные контейнеры. Следственное управление Следственного комитета по Чувашии прекратило уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия ОАО «Ческ». По версии следствия, он уклонился от уплаты налогов на сумму более 169,5 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В ходе следствия, открытое акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания» полностью погасило всю образовавшуюся недоимку по налогам, а также все штрафы и пени на общую сумму свыше 220 миллионов рублей. После чего подозреваемые обратились к следователю с заявлениями о прекращении уголовного дела в отношении них в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе на основании статьи 28 прим. 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Эти заявления были следователем удовлетворены. Однако следует отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию. Также необходимо отметить, что вышеуказанная норма уголовно-процессуального закона позволяет прекращать уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязанностей налогового агента, но лишь в случае уплаты в полном объеме сумм недоимки по налогам, а также соответствующих пени и штрафам. При этом окончательная сумма этих денежных средств, как правило, является значительно более крупной, чем причиненной бюджетной системе ущерба. Ледовый дворец Чебоксары-Арена, крупнейший спортивный комплекс, откроется уже завтра, 3 июня, грандиозным ледовым шоу «Алиса в стране чудес». В церемонии примут участие такие звезды мирового фигурного катания, как Ирина Слуцкая, Елена Бережная, президент Федерации хоккея России, Владислав Третьяк. Масштабные сооружения такого рода обеспечены целой системой безопасности. Таковы правила проведения любых мероприятий с участием большого количества людей. Перед входом в дворец установлены металлоискатели, поэтому всем, кто хочет участвовать в открытии, лучше прийти заранее, примерно за час-полтора до начала шоу. Понятно, что не стоит брать с собой объемные сумки, лишние металлические предметы. Праздничная программа в честь открытия начнется завтра в 16 часов на площади Ледового дворца. В 18 часов на главной арене стартует ледовое шоу «Алиса в стране чудес» с участием мировых звезд фигурного катания. Национальное телевидение Чувашии будет вести прямую трансляцию с открытия Ледового дворца. По данным Чувашского гидрометеоцентра, в ближайшие три дня на территории Чувашии ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Аномальная жара, гроза и град. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации. Главное управление МЧС России по Чувашии просит жителей быть осторожными. В случае грозы не стоять под деревьями вблизи опор ЛЭП по возможности находиться в помещении. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин